Итак, сегодня речь пойдет об одном из важных элементов врачебной экосистемы, а именно введение базы данных медицинской литературы, которую можно использовать для диагностики и лечения болезней, для образовательных лекций, для публикаций в научных исследованиях. Я хотел бы вам представить свой вариант экосистемы, над которым я работаю уже больше 30 лет, и которая существенно облегчает работу и значительно сокращает затраты времени. В базу данных обычно вносятся наиболее важные исследования медицинские, проведенные в мире. Для этого анализируются наиболее цитируемые, наиболее авторитетные журналы в различных областях медицины. Каким образом происходит работа по наполнению базы данных? Для поиска информации удобно пользоваться известным веб-сайтом веб-медицины. Вот мы, смотрите, заходим на веб-сайт, выбираем, например, раздел кардиологии, переходим в англоязычную часть и выбираем один из самых авторитетных журналов Journal of American Colleague Cardiology. Это целое семейство журналов. Вот основной журнал. И давайте посмотрим последний выпуск этого журнала. Вот нас заинтересовала статья, посвященная липопротеинам низкой плотности и ингибиторам PCSK9. Выбираем эту статью. Теперь нам нужно ввести ссылку на эту статью в базу данных. Для этого находим пункт Downloaded Citation. Здесь очень много авторов. И скачиваем ссылку в РИС-формате, наиболее популярном в формате представления библиографических данных. Далее заходим в программу и в каталог. Находим раздел кардиологии, дислепидемии, лечения и ингибиторы PCSK9. Теперь нам надо добавить источник информации. Импортируем ссылку. Дальше выделяем автореферат. Вносим сюда его. В этой статье есть открытый документ полнотекстовый. Скачиваем его. Переносим в каталог, где хранится информация по данному журналу. Копируем путь к нему. Опять переходим в каталог. Копируем ссылку на файл. Можно посмотреть документ. Видите, он перед нами. Мы можем почитать, изучить его. Все, ссылку ввели. Теперь при необходимости эту ссылку можно найти в поисковике. Например, выбираем часть названия статьи. Вводим ее. Вот она статья. И можем опять вызвать посмотреть ее. Вот таким образом происходит регулярное наполнение обновлений информации библиографическими ссылками, документами в каталоге медицинской литературы. Поскольку она открыта, эта программа, и можно свободно ее скачать с сайтовой медицины вместе с базой данных, то, может быть, она кому-то из коллег и поможет. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...